Встречаемся в Las Vegas. Я жду Куляш и твою команду, и всех, 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 кто серьезно настроен на БИН. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Сергей Раян. Я вижу по отзывам, меня хорошо слышно, вы отзываетесь очень энергично. Поэтому я просто спрошу сегодня, есть ли у нас те, которые никогда не слышали о возможности построения собственного бизнеса в компании АЭСС. Если есть таковые, поставьте единицы, не плюсики, а единицу. Поставьте единицу. Так, у нас один человек не слышал. Шалгинбай, ты уже три года в этой компании, ты еще не услышал о возможности построения бизнеса. Это звучит странно. Как это можно, имея, не имея уже статуса в этой компании, ты не слышал. Я спрашиваю не вас, которые пригласили, я спрашиваю тех людей, которые здесь присутствуют. Лично этот человек должен поставить единицу. Не вы как спонсор. Дмитрий Кульчицкий говорит, есть. Опять, Дима, ты уже в команде. Не я, не тебя спрашиваю. Я спрашиваю тех людей, которые присутствуют. Если вы есть, поставьте единицу там, где идет переписка, в чате. Танислав Масква, Наталья. Почему я этого хочу, чтобы произошло? Потому что раз человек зашел, он в состоянии и отвечать на вопросы. То есть должна быть активность. Человек должен участвовать. Когда человек слушает, он запоминает 10%. Когда он участвует, он запоминает 70%. Разница есть, когда он тоже сидит, пьет чай. Другое дело, когда он очень внимательно участвует в процессе нашей презентации. Поэтому у нас правила такие. Если у нас есть вот один человек, который никогда не слышал, мы начинаем презентацию и делаем ее по всем правилам. Значит, друзья, о чем идет речь? Мы строим собственный бизнес. Собственный бизнес. И в компании мы сейчас вплотную подойдем. Этот собственный бизнес должен иметь каждый человек. Каждый человек. Разумный человек. Но, как уже было в прошлом, так есть и сейчас, и так будет в будущем. Немногие люди понимают, что это ему нужно. Поэтому давайте посмотрим, кто же строит этот бизнес. Какие категории людей строит этот бизнес. В основном, и это правильно, это умные люди, предприимчивые, ответственные, всегда обучающиеся и не ждущие государства, милостыни, но строящие собственные бизнесы. Вот категория этих людей. Я надеюсь, что все здесь присутствующие, я имею в виду новички, вы как раз и являетесь таковыми. Иначе бы здесь вы не оказались. То есть тот, который ищет, он уже умный человек. Не ищет только тот, который не понимает, что у него еще ничего нет, и ему нужно искать. Раз вы ищете, раз вы интересуетесь, значит, вы входите в эту категорию людей. Обучающийся, я думаю, что вы тоже такие. Почему? Потому что уже на вопрос поставите единичку, вы это с легкостью сделали. Значит, вы уже много чего умеете. Кроме ставить единички, я надеюсь, что вы очень много умеете. И в этом не приходите сомневаться ни вам, ни нам. В какие сферы можно строить бизнес? Их можно строить в разные сферы, друзья. В разные сферы. В хозяйственных производствах, в торговых сферах, услуг, искусств и так далее. Даже есть такой бизнес, правда, он далеко от норм человеческих, но такие бизнеса есть. К примеру, когда строился Олимпийский комплекс в Китае, то там было потрачено 44 миллиарда долларов на построение этого комплекса. Вернулось назад всего лишь миллиард. 44 миллиарда практически пропали. Это неразумное вложение. Россия вложила 50 миллиардов долларов в построение этого спортивного зимнего комплекса в Сочи. Вернется намного меньше. Неселесообразно туда строить. Но это тоже бизнес для кого-то. То есть для тех чиновников, которые вложили деньги в этот проект, это очень серьезная библия. То есть потрачено 15, может быть, 20 миллиардов. Остальные, эти деньги, которые просто накручиваются сверху, и они рассасываются по разным карманам, это тоже бизнес. Такие проекты раскручиваются по всему миру. Не думайте, что это новшество России. Рональд Трамп, все его знаете, это мультимиллиардер американский, который построил самые большие небоскребы, самые большие проекты в Нью-Йорке и других городах. Он рассказывал в случае, когда его пригласили сделать estimate, то есть сделать сметку, сколько будет потрачено на большой небоскреб, чтобы его подчинить. Сделать ремонт. И он посчитал в районе 350 миллионов долларов. И он сказал, я готов это сделать буквально за несколько лет с моей командой. А правительство сказало, мы посоветуемся. И через полгода он узнает, что этот проект отдается другому человеку, который не имеет ни имени, ни звания, ничего. То есть посторонник. И знаете за сколько? За полтора миллиарда долларов. То есть они узнали у самого компетентного человека, сколько это стоило бы делать этот ремонт. Понимая, что этот человек уже вложил в эту сумму и в свою прибыль, Трамп имел бы там не меньше 80, может быть 100 миллионов прибыли, и накрутили еще полтора миллиарда долларов. То есть откуда эти деньги берут? Берут из государства и кладутся в их карман. То есть тысяча, то есть миллиард 200 миллионов долларов ушло туда, у чиновников в карман. То же самое делается по всему миру. Эта система очень простая. Это тоже называется бизнесом. Мы в таких бизнесах не участвуем, потому что не хотим, потому что у нас доступа туда нет. Поэтому мы такие честные и строим собственный бизнес. Но когда мы строим собственный бизнес, есть равно затраты, друзья. Куда нужно вкладывать десятки тысяч, сотни тысяч и даже миллионы долларов. От 10 до 20 лет нужно инвестировать, чтобы этот бизнес состоялся. От 5 до 1000 рабочих нужно принимать на работу, чтобы этот бизнес опять-таки состоялся. И очень жестокая конкуренция. То есть, если мы посмотрим на затраты во времени и в деньгах, это большие суммы. Это говорит о больших суммах. Опять-таки, друзья, я говорю о том, если мы хотим иметь бизнес, который обеспечит нашу старость и позволит нам делать то, о чем мы мечтали в детстве. Вот о чем я говорю. Не просто заработать. Не просто заработать. Я опять повторю, в мире есть 2 категории людей, которые зарабатывают, это гастербайкеры, это шабашники, они постоянно зарабатывают. А есть те, которые строят бизнес. И это разумнее, потому что в бизнесе уже заложен заработок. Умные люди всегда строят бизнес. И еще очень важно знать, что некоторые люди по другому пути, заканчивая с отличием в школу, идут в институты, в университеты, приобретают профессии, надеясь через эти профессии построить себе состояние. Но на это уходит 5, а то и 10 лет. И иногда люди переучиваются, берут еще один факультет, это еще дополнительные годы обучения. После того, как они закончат, они начинают строить собственный бизнес, а значит на построение этого бизнеса уходит опять тот же отрезок времени, как и в предыдущем, от 10 до 10 лет. То есть практически он идет теми же темпами. Может быть, только из-за того, что у него есть какие-то знания, приобретенные в инститете, его бизнес будет протекать более гладко, более грамотно и может быть более успешно. Потом столько же лет уходит на построение собственного бизнеса. Это мы уже понимаем. Что же мы предлагаем сегодня? Почему мы так энергично приглашаем людей на презентацию и почему нам не терпится поделиться этим? Друзья, все дело в том, что мы строим международный, не локальный, а международный бизнес без университетов и больших вложений. Без больших вложений. То есть те вложения, которые мы делаем, а это настолько мизерные по сравнению с теми, которые мы делаем в традиционных бизнесах, что говорить даже смешно. А времени построения бизнеса тоже смешно говорить. Если там 10-15 лет, здесь люди доходят до сумасшедших по некоторым меркам заработков за год, за полтора. Поэтому непосредственно мы сейчас приступаем к рассмотрению нашего бизнеса. Где можно построить собственный бизнес? Друзья, как и любое здание, нужно строить на твердом основании. Вы не можете построить дом на кучу сена, или на болоте, или на песке. Вы не можете это сделать. Как в притче говорится, придут ветры, полются дожди и смоют это здание. Нам нужно строить на твердом основании. А твердое основание, я всегда подразумеваю, то, эта компания должна быть надежной, легальной, проверенной. Если вы посмотрите по чатам, или в интернете, когда вы ищете какое-то предложение, люди пишут, легальная компания. Под легальной они подразумевают, что у нее есть где-то регистрация. Что у нее есть доменное имя, зарегистрировано. Настолько глупо. Настолько глупо. То есть, нельзя сказать, что глупо, но просто далеки люди от понимания, что такое проверенное или надежное. Или легальное. Зарегистрировать сейчас можно все. Нет проблем. Можно онлайн зарегистрироваться. Вы знаете, что вы можете из России зарегистрироваться, в Америке открыть свой бизнес. Не вступив ногой в Америку. Вы можете онлайн зарегистрировать компанию в Америке. И на весь мир долгонить, что вы легальная компания. Да, вы легальная. Вы зарегистрируетесь. За это заплатили деньги. И вам эту регистрацию дадут. Но разве это то, о чем мы говорим? То есть бизнес нужно строить там, в той спорте, в которой она зарегистрирована. Она имеет офис на земле. Она проверенная. Что такое проверенная? Это значит, что есть служба, которая это проверяет. Когда заходит в себе в офис, берет всю твою документацию электронную и бумажную и проверяет не один день. И проверяет это профессионал. Вот если есть такая компания, то вы можете говорить о том, что она проверена. Надежная, это значит, когда компания прожила не менее пяти лет на рынке. То есть это говорит о том, что ее бизнес состоялся. Один виток, самый тяжелый, он прошел. Вот она прошла. Это до пяти лет. А если мы говорим, что ей полгода или год, о надежности нельзя говорить. Умные люди это понимают. Поэтому что нужно для того, чтобы построить собственный бизнес в надежной, проверенной компании? А это только желание. Желание иметь собственный бизнес. Желание обучаться или интернет. Вот если у вас есть интернет, вы уже продемонстрировали, что все это у вас есть. Вы поставили единицу. Значит, вы практически можете строить этот бизнес. Все остальное, друзья, дело надживное. Все мы этому учимся. Давайте непосредственно приступим к той компании, о которой я так долго-долго-долго говорил. Вот вплотную мы сейчас подошли к ней. А это assess, друзья. Некоторые говорят access. Но если бы это было access, это бы было две буквы си по-английски. Access. Не access, а assess. Ну, как бы это ни звучало, как бы вам это ни хотел ее назвать, неважно. Суть дело не меняет. Поэтому компания, это та, о которой я не стыжусь и с гордостью всегда ее презентую. Это компания, действительно, которая прошла проверку в 2010 году, о которой я говорил. Пошли, арестовали на пять месяцев, проверяли ее до ниточки. И суд в конце июля 2010 года оправдал эту компанию, сказал, ребята, вы делаете доброе дело, хорошее дело не только для Америки, а для всей планеты нашей. Поэтому идите и занимайтесь своим делом. И с тех пор наша компания шествует по миру, предоставляя людям возможность строить настоящий бизнес, настоящие компании, гениальные компании, которая пришла не на год, не на два, а навсегда. Она переживет нас и наших детей. Так же, как Google, так же и наша компания будет жить долго и процветать. Кто же основатель нашей компании, это Стив Реннер, основатель этой гениальной компании, сам по себе человек большого ума, я бы сказал гений, не потому что в его голове крутятся все формулы мироздания, а потому что он из сложного сделал простое, для того, чтобы каждый из нас мог построить бизнес в этой компании. Я всегда говорю, мне нравится об этом говорить, что умные люди, то есть далеко не умные люди, которые хотят привлечь в себе внимание, казаться более умными, они берут простые вещи и усложняют их до того, что сами запутываются, при этом ожидают, что все мы, те, которые наблюдают за этим процессом, будем хлопать в ладоши, ой, какой ты умный, ой, какой ты гениальный человек. Оказывается, что он просто дурит себя и нас, а вот что делают по-настоящему гении, они берут сложные вещи и упрощают их до того, чтобы это мог повторить то, и ребенок, и старец, и далеко не образованный человек. Поэтому я говорю, что этот человек гениальный и наша компания гениальна, потому что она по сути своей очень сложная, но для построения бизнеса она гениальна, то есть проста, доступна и возможно построить каждому человеку. Волкинсалл является президентом нашей компании, это человек большого бизнеса, до того, как он стал президентом компании Ассес, он имел и имеет параллельно другие бизнеса, которые в сфере ресторана, гостиничный бизнес, очень известный человек в городе Менеаполице и его пределы. Джен Бонг – это технический директор, который занимается непосредственно всеми нашими программами, не только нашего сайта, но также и теми продуктами, которые вышли и будут выходить периодически в нашей компании. Эмми Эйд – это финансовый директор, человек с большим опытом, с университетским образованием. Питер Олг – это наш адвокат, который защищал нашу компанию в 2010 году и продолжает развивать нашу компанию именно в легальной сфере. Вот, на сегодняшний день у нас есть только старый опус. В пятницу я купил два билета в Миннеаполис на 20-21 число. У меня назначена встреча с Бобом Кинсалом. Наш хозяин компании Сив Реннер очень занят. Он уже вылетел в азиатские страны, и месяца два его не будет на месте, и если не будет, то очень непонятно когда. То есть очень занят, очень много презентаций, и вероятнее всего, что он не будет. Я в это время, 20-21 числа, буду в новом офисе, который находится через дорогу от этого здания, и сделаю видео, которое выставлю потом на собственном командном сайте. Вы увидите не только здание, но увидите и наш суппорт, тех технических работников, это все, что есть в компании, я все сделаю для того, чтобы у нас было ясное представление, с кем мы работаем. У нас есть суппорт на 8 языках, что очень важно. Вы не найдете компанию, где бы на стольких языках предоставлялся суппорт своим партнерам. Если вы найдете на 2 языках, и то это может быть только где? В Америке. Потому что здесь практически второй язык – это испанский. Это можно найти на английском, на испанском. Но чтобы там было на русском, на китайском, на японском и так далее. Таких компаний я пока не встречал. Наша компания тратит, не тратит, а инвестирует деньги в этот отдел, для того, чтобы мы все могли спокойно и качественно развиваться. Цель нашей компании, цель АСС – это стать провайдером номер один интернет-рекламы, интернет-услуг, мобильных услуг для малого и среднего бизнеса по всему миру. Что такое АСС, еще раз вам объясню, для научков. То же самое, что у Google, друзья. Все мы пользуемся Google, либо Yahoo, либо Яндекс. Это поисковая система. Как же она работает? Работает следующим образом. Вы заходите на АСС, ставите определенный набор слов, либо предложение, и нажимая на Enter, и вам поисковик выдает перечень тех услуг, которые вы ищите в интернете. Купить ноутбук мы написали в Киеве. И вот нам все, что связано с ноутбуком, и в таких магазинах в Киеве можно это все приобрести. То же самое и АКС, то же самое и Яндекс, Yahoo, и Google. Это поисковик. Таких поисковиков в мире насчитывается около 70 плюс-минус. И понимаете, почему их так немного? Во-первых, это стоит не дешево, а во-вторых, это не так легко делается. Если в Google пришли к этому через понимание двух человек, которые увидели эту возможность, и была проинвестирована первая инвестиция в 12 миллионов, потом еще столько же, потом еще и еще, пока они развились, и миллионы-миллион были вложены в то, чтобы сейчас мы имели те инструменты, и многие из них бесплатно, которым пользуемся на Google. это говорит о том, что когда-то компания инвестировала большие деньги в это. То же самое происходит и у нас. У нас появляются разные инструменты, разные продукции, и много будет бесплатно. В том числе ожидается, что будет и чат, будет своя почта, как на Google есть. То есть много инструментов нарабатывается сейчас, и наш ротатор будет насыщен очень большим количеством таких инструментов, и людям будет удобно и только выгодно быть на нашем ротаторе. Но каждый ротатор, друзья, прежде всего это реклама. Это реклама. Обоюдно. То есть кто-то находит через эту рекламу то, что ему нужно, а кто-то предлагает, а это и бизнес. Кто-то продает, а кто-то покупает. Поэтому в этой индустрии, конечно, большое будущее. Еще поговорим о Аксессе. В том плане, что Аксесс находится в Силиконовой долине, в штате Калифорния, Америка. И вот вы видите справа и слева, сверху, снизу, такие компании, как eBay, Google, Intel, Facebook, Yahoo, Apple, HP, Microsoft, IBM. Что же наша компания делает среди таких монстров, миллиардных, миллиардных компаний? Она делает то, что делают и они. Нашей компанией занимается интернет-технологией. И хочу первой вашей презентации, чтобы вы запомнили, что мы не являемся MLM, не являемся системой компанией, мы являемся компанией технологии, интернет-технологии. И мы предоставляем эти интернет-технологии. Поэтому, когда вы кому-то говорите, приглашаете, мы не приглашаем его в MLM. Тот MLM традиционный, который уже потерял свое доброе лицо, которое было еще 10, 15, 20 лет назад, мы приглашаем в бизнес. Но, естественно, у нас есть элементы, элементы MLM, это приглашение, это построение структуры, это получение вознаграждения за нашу работу. И эти элементы, они есть не только в нашей компании, такие элементы есть даже и в традиционных бизнесах, как Макдональдс, тоже построено по принципу MLM, ряд магазинов, крупных магазинов. Это наше общество, в принципе, является MLM. Имеет эти элементы. Возьмите церковь, возьмите любую сферу, они все имеют какие-то элементы. Поэтому нам тоже не удалось избежать от этого, и я считаю, что это очень разумно. Вот офис, технический офис селектурной долины. Они тоже переехали в другой офис, но это уже не важно, когда будет возможность, мы предоставим вам другие картинки, либо видео, если у меня будет возможность еще вылететь в коллекционер, чтобы предоставить вам уже видео этого офиса, как извне, так и внутри, вместе с телеработниками, которые там работают. Аксесс, во-первых, это поисковик, это rotator, search engine, на английском. Вот что предоставляет наша компания. Второе, это заменные услуги, регистрация заменных услуг, это мобильные услуги, это рекламные услуги в виде текстовой, сайтовой, баннерной и мобильной рекламы. Друзья, реклама, это двигатель торговли. Реклама в интернете пользуется большим спросом на рынке. И тут спорить бесполезно. Продукт расходованный, очень расходованный. Его нужно не раз в месяц, его нужно каждый день и по многу раз. Иначе вас не увидят, иначе вы не продадите ни информацию, ни товар. Для этого нужно очень много рекламы, а значит вам нужно платить. Любой бизнес нуждается в рекламе. Необходимо постоянно увеличивать трафик, иначе другие выписнут в себя. А это закон бизнеса. Реклама – это уникальный продукт для любого-любого бизнеса, в том числе и MLM. В этой индустрии крутятся, друзья, полтора триллионов долларов. И это все идет по нарастающему. Вот в этой индустрии наша компания развивает свой бизнес и предлагает и нам построить настоящий бизнес, настоящий компаний, где крутятся такие деньги. Вот такие компании, как Google, Яндекс, Байду, то есть Айкады имеет такой же атакой, как наша компания. А это мультимиллиардная компания. Эти люди практически миллиардер. Вот эти женщины, прекрасные женщины, тоже пришли со своей идеей, предложили услуги. И я, кто превратился, кто есть, Flister – это тот же, Facebook, вы тоже понимаете, о чем идет речь. Там, где здесь крутится реклама. Некоторые пользуются этими площадками бесплатно, для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы выставить свои фотографии, для того, чтобы что-то узнать, а кто-то предлагает услуги. И кто-то из нас что-то покупает. А это есть бизнес. И все через рекламу. Реклама должна быть доступной, она должна быть легкой. И все. И сейчас я могу зайти в интернет и попасть в Китай, попасть в Австралию, в Америку, в любой город из этих стран. То, что нельзя сделать, в жилую иногда. Это требуется времени и больших средств. Через интернет это возможно. Поэтому реклама сейчас вся находится в интернете. Большие деньги находятся в интернете. возможность для каждого из нас находится в интернете. Если вы живете в поселке или деревне, большого бизнеса вам там не построят. Даже если вы живете в городе, все уже схвачено. Все уже схвачено поделенно давно. А в интернете всегда есть поле, всегда будет, всегда будет. И нужно только научиться различать, кто есть настоящее, а кто есть приманка для идиотов. Вот если вы научитесь разбирать, то в интернете всегда будет работать для настоящего бизнеса, для возможности построения настоящего бизнеса. Поэтому наша компания предлагает вам, будет предлагать и в будущем, без риска, построить настоящий бизнес, не стать консультантом интернет-маркетинга, и построить собственную бизнес. Самое важное в нашем бизнесе – это остаточный доход. Без этого, друзья, делать нас тут просто нет смысла. Что-то делать, если мы не приходим к остаточному доходу, нет смысла начинать этот бизнес, потому что сколько мы можем заработать и в традиционном бизнесе, просто уходить на работу где-то, в ресторане, посудомоечникам, и зарабатывать свои тысячи долларов, и быть доволен. Но если мы хотим, чтобы через год, через два выйти на пенсию, в плане того, что вам уже не надо работать, а на пенсию вы можете выйти и в 20 лет, и в 25, и в 30, практически я могу уже сейчас выйти на пенсию в 48 лет и больше не работать, потому что пассивный доход у меня уже состоялся, и это достаточно даже для Америки, чтобы покрыть все доходы и позволить себе некоторые вещи, которые люди не могут, многие-многие люди в мире, миллиарды людей в мире не могут себе позволить. Но, так как есть возможность построения более серьезного дохода, и в короткий срок, то я этим занимаюсь сейчас вплотную, и думаю уже к встрече, которая будет в Лас-Вегасе, уже можно выйти на пенсию. Но я хочу вас обрадовать, что я и этого ничего не сделаю, потому что я хочу, чтобы многие из вас, и многим из вас, я хочу вам помочь, чтобы вы вышли на этот остаточный доход, поэтому я буду продолжать еще один год, еще один год, до тех пор, пока вы не научитесь делать то, что делаю я, и начнете обучать других, и не приведете многих-многих-многих к пассивному доходу, это я буду продолжать. Я думаю, что это вас стоит. Поэтому, несмотря на то, что в компании можно построить настоящий бизнес, и можно пройти к пассивному доходу, компания все-таки говорит, что она не дает никаких гарантий. То есть, единственная гарантия, которую она дает, то, что она пришла навсегда. То, что связано с маркетинг-планом, она выплачивала, выплачивает и будет выплачивать. То, что она будет развиваться и достигать самых больших высот в этой индустрии, она дает гарантию, она в этом направлении работает, и много чего она дает гарантии. Если ее суммирует, она дает гарантию настоящего бизнеса. С ее стороны, очень серьезное отношение к бизнесу. И соблюдение тех правил, которые она взяла на себя. Но гарантии, что мы станем миллионерами здесь, никого не приглашая, ничего не вкладывая в собственный бизнес, таких гарантий нет. Такие гарантии дают те компании, которые в маркетинг-плане и в политике компании говорят следующее. Вы можете здесь приуспеть, даже никого не приглашать. Вот это и есть финансовая пирамида. Если вас когда-то кто-то привлекал в такие компании, или будет привлекать, знайте, что это люди далеко не умные, либо они мошенники, сами по себе. Потому что понять, что в компании нельзя заработать, если нет приглашений, если нет купли-продажи какого-то продукта, если нет построения команды, серьезного бизнеса, пассивного дохода не бывает. Если вам предлагают купить пакет, и на 3 месяца вы вернете свой пакет, а потом начнете зарабатывать больше, больше, больше. А это финансовая пирамида, скрытая под таким либо продуктом. Поэтому те люди, которые делают это, либо они потеряли совесть в доме за деньгами, либо они настолько глухые, что не понимают, как нужно строить, и на чем строить обидеть. Больше вариантов у меня нет. Поэтому я вас поздравляю. Вы пришли в ту компанию, которая предлагает вам бизнес, и со всей стороны, она сделала, и будет делать все возможное, чтобы ваш бизнес состоялся, и вы вышли на пассивный доход, и заработали столько, сколько вы можете. Но с вашей стороны, нужно сделать свои определенные шаги. Начнем с компаний. Компания делится с нами 70% от ежедневной прибыли. Я еще раз повторяю, не от ежедневной, а от ежедневной. 35% в виде комиссионных, 35% в виде разделения прибыли. И еще раз напоминаю, компания нам выплатит каждый божий день. Если кто-то решит, что в месяц будет 32 дня, то они будут платить и 32-й день тоже. Каждый божий день. 365 дней в году. Компенсионный план. Практически у нас их есть три в одном. План просмотра реклам, план розничных продаж и план сетевых продаж. Для того, чтобы квалифицироваться на первый план, мы должны каждый день проделать определенную работу. Так как мы являемся компанией рекламной, нам предлагается посмотреть 24, но я говорю, лучше посмотреть 25, потому что 25-я рекламка, она дает возможность поработать еще 25 сверху бонусных айребердов и айребердов. Поэтому смотрите, каждый день 25 реклам, по 30 секунд, что занимает от 15 до 25 минут в день. При этом мы квалифицируем на получение доли общих продаж компании по всему миру, основываясь на вашем уровне PCV. PCV – нечто другое, друзья, как наши акции, обратно говоря, как наше вложение, наша часть вложения в бизнес. Я всегда приведу пример, когда кто-то решил построить бизнес, у него денег не хватает, поэтому он обращается к своим партнерам, они соглашаются, как и ставить свою долю. Кто-то 40, кто-то 50, кто-то 10%. Они работают одинаково, но в конце дня, или в конце недели, или в конце месяца, когда у них есть прибыль, эту прибыль они делят согласно вложенным средствам. Кто-то получает 50% от общей прибыли, кто-то 40, кто-то 10%. При этом они делают кулу работу. Кулу работу никто не сочтует, но прибыль делится согласно вложенным средствам. То и самое здесь. Чем больше у нас PCV, тем больше мы зарабатываем. Снижает собственные затраты на рекламу плюс зарабатываем дополнительный рекламный кредит. Снижает почему? Потому что я приведу опять мой классический опыт в жизни. Когда я лет 5 назад рекламировал свой сайт, то мне предложили Google AdWords. В Google есть такая программа, где я могу рекламировать свой сайт. Я настроил свой аккаунт, прикрепил свою карточку и поставил 100 человек в день. По 10 центов на каждый день. Потому что опыт показал, что это самый оптимальный вариант для того, чтобы день приходила на мой сайт вот эти 100 человек. Если ставил 1 цент, то приходило 5, 6, 7 человек. То есть, чем больше ты ставишь ставку на свой сайт, тем больше людей приходит. Но это очевидно. Кто больше платит на акционе, того это и бить. Поэтому я купил 10 долларов в день, 300 долларов в месяц. Я обнаружил, что это неоправданно. 300 долларов в месяц за 100 человек в основном это не заинтересованные люди. Они просто случайно кто-то кликнул, а деньги уходят. То есть, если сравнивать с нашей компанией, мы эти кредиты, то есть, мы их зарабатываем. Как я вам уже сказал, 25 посмотрели, нам еще 25 сверху. Уже у нас 50. Посмотрели 100, значит, ищут 100 сверху. При этом, вот эти кредиты, мы расплачиваемся ими за рекламу. Когда мы ставим наш собственный сайт, мы тоже его настраиваем. По цене, там есть своя система оценки от 1 до 8. И каждый раз, когда человек кликает на ваш сайт, с вас уходит 1,3, или 2,3, или 4,3, в зависимости, какую цену вы поставили. Но мы не расплачиваемся с нашей ферлистной карты, мы здесь зарабатываем. Одновременно, пока мы смотрим рекламу и политицируемся на основные деньги, мы просто зарабатываем рекламу. А реклама оценивается сейчас один клик, один айкредит, оценится с 25 центов. Посчитайте, у МВТ-партнеров есть 100 тысяч, есть 500 тысяч, есть миллион, есть 2 миллиона, есть 4 миллиона таких айкредитов. Умножьте, пожалуйста, на 25, и узнаете, что денег в виде айкредита уже накопилось в людей. Даже есть айкредитов по 10 центов. Вы знаете, сколько денег уже лежат на полочке. Ждет только того момента, когда человек либо использует, либо предложит кому-то услуги, и за это получит деньги. Поэтому, кроме денег, мы получаем еще очень много-много рекламы, которая очень-очень дорога. Снижает, собственно, затраты на рекламу, это я уже говорил, и это разумно. Как это происходит? Очень просто. Вы заходите в вашу закупку, у вас есть раздел, называется «Серфинг», вы нажали на него, и пошла реклама. Тридцать секунд прошло, вы нажали, и вам предлагается вторая, третья, четвертая, пятнадцать минут прошло, вы сделали свою минимальную работу для того, как продюсируется на этот маркетинг-план, который входит в один, то есть три в одном. Это продажа продуктов и услуг напрямую с собственным клиентом. Это тогда, когда у вас есть друзья, знакомые, либо в жюле, либо в интернете, и вы предлагаете все услуги, которые есть в нашей компании. О продуктах вы познакомитесь отдельно, получите информацию от вашего приглашенного, можете посмотреть на сайте, у нас просто нет времени на это. и зарабатываете до 25% от продажи. Построение команды, это самое разумное, заработает дополнительные комиссионы с командой. И третий план, план секретных продаж, а это мне нравится больше всего, потому что это связано с настоящим бизнесом. Комиссия, с прямых продаж, базовый план, выдачный уровень, лидерский бонус, директорский бонус, инфинитий бонус, из шести поколений, ровный бонус из трех поколений. В этом давайте посмотрим, виталий посмотрим, разбитый комп. Что нам предлагает компания? Компания предлагает нам следующий статус, следующий пакет для того, чтобы мы начали этот бизнес. Есть малый пакет для консультанта, который начинается с 500 долларов. И 500 долларов нам дают право зарабатывать 5% с первого уровня, 2% со второго и с третьего. При этом мы должны на автомате проплатить каждый месяц их 6 долларов. Но мы уже не достаем эти деньги с нашей первичной карточки или с девичной карточки. Мы их уже зарабатываем ежедневно, и из той заработанной суммы просто на автомате система выплачивает 10 долларов для активности, чтобы иметь право зарабатывать те проценты, о которых мы говорили, со структурой. Следующий статус, я обращаю ваше внимание, это самый оптимальный статус, на который должен зайти человек, который двигается к настоящему бизнесу. Это Голи Экзекитив, это золотой директор, олимпиад говорит. Это 2 тысячи долларов. И я не предупреждаю, а просто напоминаю, что мы ходим один раз, нам нужно больше ничего в будущем покупать, если мы этого не хотим. И этот пакет позволяет нам всегда уже из прибыли оплачивать все расходы, связанные с поддержанием нашего бизнеса. и начиная с этого статуса, мы проплачем тоже на автомате заработанных денег 20 в месяц, и 10% с первого уровня, по четвертый уровень 3% и 5-6-2 уровня. Видите, разница какая. То есть, этот статус позволяет нам уже ничего не терять с того, что нам предлагает аптекин план. Когда мы начинаем строить бизнес, то приглашаем 3-3 активных партнеров, 3-3 заинтересованных в настоящем бизнесе. Первый день, то мы становимся вкладами. Вы помните, для того, чтобы развить этот бизнес, там нужно всего лишь 2-3 активных людей, которые хотят строить собственный бизнес, хотят развиваться. И если вы их привезли к первому уровню, то вы становитесь вкладами. На этом уровне вы уже получаете еще дополнительный 1% в первый уровень и на взятый уровень еще 1% в 2-3. Следующий этап это даймон, когда вы помогаете вашей первой линии, вашим партнерам пригласить по 3 человека, вы становитесь даймон. Вы становитесь даймон и вам компания отчисляет еще 1% на 2-й уровень и в 6-м уровне еще 1%. Когда вы помогаете вашей первой линии стать уже платинами, хотя бы двоим, один, если остается на уровне долго, и двоим помочь стать платиной, то вы становитесь даймондом, я извиняюсь, если вы помогаете в первом уровне стать даймондом, а один платина, вы становитесь влюбленным. И вот этот статус очень-очень хорошо для себя уяснить, что это такое. А это очень большие деньги. А это очень большие деньги. За хуже проделанную работу, которую делали до сих пор, вы будете получать где-то 40, а может быть даже больше, процентов на 2. Потому что вы будете доставать не только до 6-го до 10-го уровня 1 процент. То есть все эти проценты вы будете выставать добрость, сколько у вас до уровней не было. В 10-ом, 15-ом, 16-ом, 20-ом, 50-ом, вы будете иметь дополнительный 1 процент. А 1 процент от 2 тысяч, который будет куплен в пакет, а в 10-ом уровне это в середине деньги. это 20 долларов. И таких пакетов у вас будет десятки, сотни, и вы будете догадаться о таких суммах 10 до 3. Поэтому люди здесь зарабатывают очень большие деньги. О таких деньгах чуть позже поговорим. Также есть ровный бонус, это уже относится к тем 3-м, самым последним, самым высшим статусом благодарным 1, благодарным 2, благодарным 3. Об этом мы будем говорить с теми людьми, которые будут приближаться. Но это дополнительные сумасшедшие деньги, которые платятся именно тем, которые вы зарабатываете. Наша компания всегда говорит следующее. Заработал, начали еще больше. Зарабатываешь много, начали еще больше. Это любезный принцип. Имеющему дается, а не имеющий отнимается то, что он имеет. Не потому, что он был жадный или жестокий, такой закон. Если человек ничего не делает, у него уходит все из подруги. А тот, который делает что-то, это на него не приемножает. Поэтому люди здесь зарабатывают 50, 100, 500, 500, 500, 1000 долларов в день, не больше. Есть люди, которые зарабатывают 5 тысяч долларов, 10 тысяч, 15, и 20 тысяч долларов в день. И это не сказки, это реальность. Почему? Потому, что сам маркетинг плат, потому, что сама компания настолько гениальна, то есть она имеет возможность зарабатывать большие деньги, но есть и простота построения бизнеса в этой компанией для того, чтобы мы тоже каждый из нас зарабатываем. Поэтому я говорю это гениальная компания. Она делится вот этими 30 тысяч процентами и ежедневные прибыли делятся между нами. Согласно нашему айпоин балансу и сетеви, помните, я говорил вам, наши доли, наши уложения, наши акции в нашей компании. Кто-то их много, красный, он получит больше, кто-то меньше, он получит меньше. Но есть еще один вопрос. как же повысить, как же повысить, чтобы я тоже много получал. Есть очень простой и гениальный ответ. Для этого вы делаете первый шаг. Сами покупаете пакет, который дает вам право и возможность зарабатывать больше, нежели зашли бы на 500. Покупайте от 2000 и выше пакет. Это первая возможность. Вторая дает нам уже компания. компания дает следующее. Есть всякие наши прибыли, что мы начинаем зарабатывать с первого дня того пакета, который мы купили. Например, мы заработали 10 долларов. Компания на автомате реинвестирует 50% от нашей прибыли, покупая нам айфон. то есть доля акций нашей компании и наш айфон баланс растет. Каждый день на всю прибыль, которую мы имеем, распространяется вот этот принцип 50 на 50. А 50% идет к нам на кошелек. И это второй момент, когда наши акции повышают, наша доля растет. Третий момент, когда мы строим команду. Когда мы строим команду, у людей происходит тот же принцип, тот же механизм. Те же движения, они тоже реинвестируют каждый день. А вы зарабатываете с первого, с второго, с третьего. Значит, каждый день вы будете зарабатывать как своего пакета, так же и с пакетов других людей. И тогда вы начинаете получать недели, а 12, 15, 30, 40, 50, 100 долларов в день. И более, и эта сумма постоянно делится на две части. И это происходит во всей вашей команде, и отсюда большие заработки. Еще один момент я хочу уточнить, друзья, что мы начинаем зарабатывать, потому что мы инвестиционная компания. Наш пакет дает нам возможность зарабатывать, потому что компания делится прибылью, которая была на сегодняшний день во всей нашей компании. и согласно вашим вложениям. Не путайте это с инвестиционными компаниями. Это неправильно. Мы не инвестиционная компания, мы настоящая жизнь. И никаких гарантий здесь нет. Поэтому компания говорит, нет гарантий, то есть стабильного процента, который предлагает нам пирамиды. я не буду их назвать, но в принципе распознание пирамиды, финансовая пирамида, еще раз повторюсь, это там, где вам предлагают конкретный процент, и вы можете его считать на месяц, на два, на три, на полгода, на год, конкретно, сколько вы будете иметь, никого не приглашают. А это есть финансовая пирамида. Нам пора уже это знать не определиться, каким вы быть одураченным, или каким строить бизнес, который переживет нас, выведет нас отходы и позволит нам в свое время путешествовать заниматься тем, чем, каким, а самое главное, что можно это передать своим детям. К чему приходят те люди, которые строят этот бизнес правильно, начинают строить структуру, они начинают с 10, 20, 30 долларов в день, доходят до 170 и далее, иногда бывает тишина, когда в вашей команде никто не приглашает новых партнеров, не покупается пакет, это может быть день, два, три, и будет такая статистика, 170, 150, 128, 31 на раз повышается, понижается, все зависит от того, сколько в компании много продажа. Но не важно, как только это проходит, он продолжает работать, смотрит за него, 400, 300, 1000 долларов в день, 1117, 1300, 3000 в день, это реальная статистика. Почему? Потому что бизнес растет, продажи в компании растут, значит, наше айпоин, если я вчера получал 10 долларов, я сейчас получаю чуть больше, за счет команды я получаю опять в одном рождении, и вот такие цифры это не базовый, потому что люди получают, как я говорю, 5 тысяч долларов, 10, 15, и 20. Это реально происходит в нашей компании. Также есть бонус автомобильный, если вы в вашей собственной компании, в вашей структуре сделали продажу, и тут входят все продажи, все ежедневные, и покупка пакетов, и реинвестиции, все-все-все-все входит. И ваши личные, и те, которые есть в вашей компании, если вы достигли 200 тысяч долларов товара в рот в месяц, вам просто средством отправляются еще 600 долларов. И вот так это доходит до 600 тысяч долларов в месяц от команды, вы получаете дополнительно еще полторы тысячи долларов. То, что я говорил, в месяц давно будет. Друзья, способ заработка в нашей компании мы просто хотим отбавлять. Есть бонус прямых продаж, много уровней бонус, лидерский бонус, президентский бонус, инфильмский бонус, тройный бонус, бонус, быстро старта, лактап бонус, таптен бонус, единичный, автомобильный бонус, пожалуйста, зарабатывайте столько, сколько вам в вашей душе удобно. Мне нравится такая статистика. В 2010 году, когда компания была арестована, то на тот момент она зарабатывала 12 миллионов в год, то есть в общей сложности миллион был в месяц. И это показалось людям, следящим за финансовым порядком в Америке, что это похоже на финансовый пирамид. И они арестовали, убедились, что это не так, и объявили. Уже в 2012 году компания заработала 98 миллионов долларов. Такой товарооборот был в этом году. В прошлом году, в 2014 году, компания, уже в ноябре месяце, в те дни, когда проводилась конференция в Лас-Легасе, насчитывалось около 250 миллионов. товарооборотов и в этом месяце скид-рэнер, наш основатель компании, заявил, что по прошедшему году, то есть за пару месяцев, ноября, середина ноября по конец декабря, компания имела 300, более 300 тысяч, 300 тысяч миллионов, я имею в виду, 300 миллионов товарооборотов. То есть за полтора месяца около 50 миллионов долларов товарооборотов по всему миру. Вот о каких темпах идет речь. И компания с легкостью объявила, что в 2014 году этот товарооборот состоит не менее, а, я думаю, что перескутит на многие-многие миллионы долларов, то есть миллиард долларов. Мы перешли в эту черту, миллиард долларов товарооборотов в год. Хотите ли вы участвовать в распределении прибыли от этого миллиарда, это ваше решение. Но вот такими темпами мы развиваемся. Еще раз напоминаю, мы не даем гарантии финансов пирамид, что если вы вложите 2000 долларов, то через год вы станете миллионером. А это информация для идиотов. А я таких таковыми вас не считаю. Я считаю, что вы умные люди, которые ориентируетесь в нынешнем мире и могут отличить левую руку от правой руки. Могут отличить, что есть настоящее, а что есть просто приманка для идиотов, которых ни я, ни мои вышестоящие спонсоры не участвуют. И я вам тоже это советую. Не участвуйте в финансовых пирамидах. Финансовых пирамидах это не только аномат. Сейчас очень много. И принцип распознания я вам не разу говорил и буду говорить. Потому что вы может быть и хороший человек, у вас хорошие намерения, но если вы получите неправильную информацию и вы не сможете ее распознать, то у вас будут проблемы и у ваших партнеров. А все предстоит не придут вам, почему ты меня заточил в эту пирамиду. А вы об этом тоже не знаете. Поэтому моя задача вас предупредить. Наша компания вознаграждает щедро тех людей, которые достигают самые большие ресурсы в нашей компании. Это блокдайммеды. Они получили по Мерседесу, они получили по 10-16 тысяч долларов в день и продолжают получать. Естественно наш основатель компании их сердечно поздравляет. Также у нас есть еще возможность стать акционером нашей компании. Компания уже на пути завершения этого процесса, выхода на Нью-Йоркскую биржу, где инвесторы смогут купить акции. Также в свое время как покупали акции с Google и эти стали миллиардерами, миллиардерами, в свое время и продолжают получать на эти акции диридентов каждый год. То же самое и наша компания выходит на эту биржу и люди смогут купить эти акции. На тот момент что это будет стоить, мы пока не знаем, но для нас, партнеров, уже созданы все услуги, чтобы мы уже накапливали за счет купленного нашего пакета, за счет того, что мы делаем товарооборот каждый день, каждый день, каждый год, как с лишнего значительства нашей структуры, зарабатывать на эти деньги, определенную сумму денег, для того, чтобы купить акции. И наша компания уже за 12-й год нам начислили тем партнерам, которые квалифицированы на эти акции, за 13-й год будут начисляться на следующей неделе. И вот в этих будет какая-то сумма денег. И это хранится на трассовом аккаунте, где доступа нет, 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 такая система проверенная. Поэтому у каждого из нас есть возможность дополнительно стать еще и акционером, повладением этой компании. Как это происходит, и какие условия вы можете опять познакомиться из других источников, я имею в виду есть видео, есть презентация, которые вам могут предоставить тот человек, который вас пригласил. Она еще очень важна, что наша компания выводит деньги без петензий, темно. У нас есть тренер-карта, которую мы можем заказать, и буквально в течение недели недели она оставляет вам на дом, приактивирует ее и без процента выводит деньги. В нашей компании нет человека, который мог предъявить претензий к компании, что он когда-либо мог вывести деньги, которого не было, нет, не было, не было. Формула успеха очень проста. Покупаем кит от 59 95 это годовой кит, право пользуются нашим сайтом, покупаем пакет 2000 долларов, если на 500, я говорил, если на 5000, если на 10 тысяч, но самый оптимальный это 2000 долларов, для того, чтобы начать себе деньги. И делаем все, то есть смотрим рекламу, 15 деньги, минимально для того, чтобы посмотреть 25 сайтов, при этом квалифицируются на все те вознаграждения, которые представляют нам ответить план. Все, если мы хотим зарабатывать больше, мы начинаем приглашать передавать информацию о ваших будущих партнерах. И строим трон, люди, и недалек тот день, когда в вашем городе, в вашем регионе, в вашей стране будут проходить какие-то конференции, либо вы сами приедете на в России, который будет в апреле этого года 26 числа людям, в Ла-Свесе в ноябре месяце. Поэтому я всех вас сердечно поздравляю, что вы получили информацию, очень денег, выбор давать. Наша основательная компания говорит следующее, что это наша компания. и строить, мы будем ее вместе. Без нас, конечно, компания не может строиться, потому что, что такое компания? Компания это все мы. Что такое страна? Это я, ты, она. Страна это не флаг, страна это не город, страна это люди. Все мы составляем страну, все мы составляем что? Компанию Ассет. Поэтому я еще раз напомню, для того, чтобы построить бизнес, вам всего лишь нужно, сколько троих серьезных партнеров. Помочь им пригласить тоже или найти троих серьезных партнеров, которые хотят иметь собственный бизнес, в надежную гениальную компанию, то есть простой, для построения бизнеса компании, куда в этом состоит. Есть еще одна очень простая формула, если вы пригласите одного человека в день, в месяц, и научите ваших людей делать то же самое, то уже в конце года, в течение 12 месяцев у вас будет 4 тысяч 5-6 человек. Это, друзья, большие деньги. Учитывая, что за это время каждый будет делать реинвестиции каждый день, а это уже большие деньги, я говорю, такой пассивный доходов вы не построите не в одной компании. Поверьте моему опыту, если говорить о пассивном, стабильном доходе, легче всего он строится именно на сессии, здесь в нашей компании. Если вы здесь не сможете выйти на пассивные доходы, на серьезные заработки, поверьте мне, вы не построите этот бизнес нигде, нигде в другой компании, потому что проще и надежнее, чем в нашей компании, бизнес нигде не строится. Я вас поздравляю, у вас есть возможность выйти на эту финансовую независимость и стать свободным человеком, который позволяет тебе очень много, не в плане выходок, а в плане путешествий, в плане финансового может тебе позволить очень много. Поэтому обратите к человеку, который пригласил вас, но если у вас есть какие-то, для того, получить дополнительную информацию, для того, чтобы зарегистрируется и начать наш собственный бизнес. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Я нет, я люблю себя. Окей. Кого вы посадили? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.